В актовом зале администрации Одинцовского округа профессионалы из разных сфер жизнедеятельности. Здесь и педагоги, и управленцы, и рабочие. Сегодня им вручают заслуженные награды. Одинцовский городской округ один из мощных в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, туризму. И эта конкурентная способность прежде всего обеспечивается вами, жителями Одинцовского городского округа. Благодарность губернатора Подмосковья вручили Юноне Буденковой. Уже более 35 лет она учит игре на фортепиано детей в Большевиземской школе искусств. И награду считает прежде всего заслугой своих талантливых воспитанников. Для меня это немножко неожиданно, потому что мы работаем, стараемся, трудимся, каждый в меру своих сил. Ну, получается, что, оказывается, наши достижения отмечают и с благодарностью награждают нас. Да, вот благодарность от губернатора, я очень рада, довольна. С праздником труда жителей округа поздравила первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина и вручила почетные знаки и грамоты областного парламента. Искренне хочу поблагодарить за все ваши достижения. Только вместе, когда мы едины, мы можем достигнуть добрых перемен. Я от всей души хочу пожелать вам всем здоровья. И, конечно, родным и близким. Победы нам всем и мирного неба над головой. С праздником! Высокой награды удостоилась и Алла Кривошейна. Уже 16 лет она работает в Одинцовском управлении соцзащиты населения. Пришла ведущим специалистом. Сейчас заместитель заведующего отдела. К делу своему подходит ответственно. Когда я приходила совсем молодой после института работать, естественно, для меня было все в новинку, как молодые студенты, не представляла, что и как. Теперь, спустя 16 лет ежедневной работы, понимаю, что да, действительно, это мое. И просто работаю, приношу людям пользу. После торжественного награждения всех присутствующих ожидал небольшой концерт. В программе приняли участие юные и уже состоявшиеся солисты, а также вокальные и хореографические ансамбли. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин